Здравствуйте, друзья! Предлагаю вам посмотреть передачу «Наша Республика. Главная тема». Ну а какая же сегодня тема главная? Конечно же, весенние полевые работы. Вот за моей спиной находятся поля сельхозпредприятия ВДС. И скоро здесь начнет работать техника. Загудят трактора, потом выйдут сюда сейлки, и, в общем, все пойдет так, как было всегда. Ну а вот земля, на которой я сейчас стою, это вот курган, который находится рядом с этими полями, но он никогда не видел плуга, он никогда не распахивался, а существует он с 3-4 века до нашей эры. Этот уникальный археологический объект находится возле села Чурачики Цивильского района. Учредитель общества «Воддорстрой» Анатолий Федоров решил показать курган главе Чувашии. Но, как оказалось, Михаил Игнатьев и сам немало наслышан об этом месте сил. Как говорят, механизаторов здесь они не собирают, соответственно, благословление Всевышнего и природы не попросят, обработка земли, говорят, не начинают. А в этом году уже попросили? Нет, вот первый визит сейчас. Первый визит. То есть уже начали попросить. Это святая, мы не начинали. Тем более с главой республики. Тем более объезд по республике начинает, Николай Васильевич. Вот наш сегодняшний единобъезд дает возможность еще раз оценить, во-первых, значит, как почва готова или не готова. С завтрашнего дня уже температура повышается, и массово практически по всей республике начинаются агротехнические мероприятия. Но, как говорится, на бога надейся, почитай предков, но сам не плашай. Тракторы и пассивные агрегаты у сельхозпредприятия что надо. На таких современных машинах сев можно провести в лучшие агротехнические сроки. Да еще и соседям помочь, если попросят. Есть такая традиция у селян. Купили вовремя. Мы успели, да, все это успели, вовремя купили. Обед на полевом стане тоже традиция. К тому же пока еще есть время, чтобы за чаем с пирогами поговорить по душам. Дальше работа от зари до зари. Механизаторы сами сеют, сами ухаживают за пассивами и сами ведут уборку. Как и в прошлые годы, в летние годы тоже подготовились, живем, погода подходящая. Работа здесь у нас вовремя платят, устраивают, все. Сегодня, вот вы считаете, как населие условий для молодежи? Село расширяется постоянно. Самая главная работа есть. Там и спортзал, и стадионы. Сплав опыта и молодости. Из осемь Романов и Анатолий Евдокимов удостоены званий заслуженных работников сельского хозяйства Российской Федерации. А у Николая Яковлева и Алексея Гаврилова все почести впереди. Трудятся они на славу? Николай Васильевич, вот таких примеров, как работает ВДС, у нас много в республике? С каждым годом все больше и больше становится. Я тоже слышу, что там земель все больше становится необрабатываемых. Это абсолютно не так, я это ответственно заявляю. Вот эти земли тоже, вот за моей спиной они не обрабатывались, за спиной механизаторов не обрабатывались. Эти федеральные земли, он взял их в аренду. Я помню, три года назад начинал с 500 гектаров. Сегодня у него практически 4000 уже обрабатываемых земель. И он рассчитывает еще объем увеличить. Вот Александр Николаевич сейчас сказал, по району, в Севильском районе, если раньше там процентов 30 земель сельхознасочей не обрабатывалось, сегодня ни одного гектара не обрабатываемых земель нет. Хочу сказать, с учетом того, что Российской Федерации предъявили соответствующие санкции, на сегодняшний день у земледельца появилась дополнительная возможность заполнения рынка, потребительского рынка Российской Федерации, произведенной сельскохозяйственной продукцией. Михаил Васильевич, нам такого чая вкусного и таких пирогов давно уже не приходилось, да? В полевых условиях всегда все вкусно. От них добрая аура. Михаил Васильевич, он настроен на добрый, созидательный, результативный труд. Сельхозпредприятие «Воддорстрой» заряжает положительной энергией. Все здесь сделано по-хозяйски, с крестьянской смекалкой. Склады полны еще прошлогоднего зерна, и сегодня оно уходит в лед. Ведь в радиусе 200 километров от чурачек, как доложили Михаилу Игнатьеву, закрома пусты. В наличии семена и для сева, те, что протравлены, и на фураж. Причем сегодня продовольственное зерно и то, что идет на приготовление кормов, практически сравнялось в цене. ВДС сейчас планирует заработать порядка 10 миллионов рублей. Причем часть полученной прибыли пойдет на выплату премий работникам хозяйства. В соцпакете есть даже собственная жилищная беспроцентная ипотека. Размером до 700 тысяч рублей и сроком погашения на 10 лет. Готовы к посевной и удобрению. А в этих больших мешках, которые называются, как и лондонские часы, Биг Бен, семена будут доставляться на собственные поля. Если из обычных мешков требуется 30-40 минут, чтобы заправить сейлки, то на их загрузку из больших мешков уходит не более 8 минут. В ВДС не только весенний день год кормит, но и каждая минута. За жидостные земледельцы с каким запасом зерна живут? Дай бог, чтобы такие были. Семейная ферма Никоновых в деревне Янгличе Канажского района – пример того, как надо трудиться на родной земле. Глаза боятся, а руки делают. Валерий Михайлович и его супруга Вера Арсеньевна животноводством занялись в 2005 году. Начали с трех коров. В 2011 году построили хозспособом ферму на 40 голов. А в 2014 году решились принять участие в конкурсе развития крестьянского фермерского хозяйства на основе строительства семейной фермы по производству молока. Составили бизнес-план и вошли в число победителей. Получили грант в размере 5 миллионов рублей. И в считанные месяцы отгрохали вот такую ферму. Сыновья Александр и Алексей, невестка Эльвира оказались неплохими строителями. Запустили ферму к 31 декабря, к новогоднему празднику. Трудились сутки напролет, да и теперь об отдыхе не думают. После того, как мы сюда заехали, посмотрели, так как, получается, все работает. И навозоуборочный транспортер, также работает и холодильник, и молокопровод крутится по круговую. Сейчас мы уже решили довести дойное стадо до 100 голов. Стремление хорошее, только поддерживая. Вы сами уже в этом убеждены, что надо увеличить поголовину. Никто же вас не понуждает на это, так ли? Каждый квадратный метр спотом места должен использоваться в пользу и для дела. С арифметикой собственнику надо дружить крепко. Никоновы в прошлом году хотели купить не телей, но посчитали, что могут обойтись племенными телочками. Правда, молоко эти красавицы начнут давать только с января 2016 года. Экономят на всем, чем только можно. По кредитам надо платить им 175 тысяч рублей, при получаемой ежемесячно прибыли 240 тысяч. Ваша задача дальше, как вы говорите, расширяться. Технология, значит, соблюдается. Качественные показатели, качественные показатели улучшают. Во-первых. Во-вторых, вы сейчас научились считать уже на электроэнергии, на холодильнике, на расходах, которые связаны с технологией выращивания скота. Все видите, соответственно, и чувствуете. Третье, уже качественные показатели улучшаете свои. Качество молока, да? Да. Качество произведенного зерна, технологии приготовления кормов. С одной единственной целью, чтобы увеличить продуктивность. В перспективе, я полагаю, на 6-6500 литров, наверное, в год будете уходить? Стараемся. У них две дочки еще, в семье Никонова. И вот одна из них, говорит, планирует стать экономистом, чтобы лучше считать, как вести бизнес-хозяйство. Правильно я говорю, Вера Алексеевна? Вера Алексеевна, вы живете на фирмах? Вообще у оператора, у ветеринара все, компьютеры должны быть, базе данных, потому что вручную делать это очень сложно. И с рабочего стола можно управлять уже стадом. Эта технология есть, известная. Ошейники же вот есть, номера есть, все это правильно. В перспективе, вот территория позволяет, в принципе, будете выходить, может быть, и на 200 голов дойного стада. Все меры государственной поддержки, которые мы оказываем всем форумам хозяйствиям, вы тоже их получаете. Таких безвозмездных субсидий, может быть, больше не будет, потому что один раз уже получили. То есть стартовая позиция у вас уже есть. Для членов семейной фермы, для улучшения жилищных условий, возможно, то есть более льготная помощь. Обратиться они должны, ребенок уже есть, в сельскую администрацию. Тем более сейчас вместе живут, в одном доме живете, да? Да. У вас уже квадратные метры не позволяют, потому что у них уже отдельные семьи. Вам надо заявление пойти подать, глава сельского поселения поможет вам, потом район они представляют, район представляет Министерство сельского хозяйства Чувашской республики. Мы безвозмездные субсидии расписываем по сельским районам. В приоритетном порядке получают жители и работники сельского хозяйства. 70% от построенного жилого дома или от приобретенного готового дома, кто если продает там, после. По программе «Устойчивое развитие сельхозтерриторий» в Чуваши жильем обеспечено 4483 сельские семьи, в том числе более полутора тысяч молодых семей и специалистов-аграрников. В этом году на эти цели из федерального бюджета направлены 87 миллионов рублей. Если у Никоновых был только один вопрос к Михаилу Игнатьеву, то у селян, узнавших о приезде к ним первого лица республики, их было значительно больше. Касались они многих аспектов жизни, в том числе и реализации молока. Закупочная цена не должна опускаться ниже 15 рублей за литр, говорила Надежда Павловна Николаева. Глава республики с ней согласился, но при этом призвала развивать конкурентную среду, без чего рыночная экономика, основанная на получении прибыли, немыслима. В деревне Новая Изамбаева Комсомольского района есть молочный завод. А побывав там, понимаешь, почему призыв «покупай Чувашское» – это не только фигура речи. Руководит предприятием Вадим Агамирян. Его жизненный принцип – идти всегда вперед, при этом, чтобы не стыдно было оглянуться и назад. На молочном заводе для производства продукции используется только качественное сырье, без каких-либо растительных добавок, консервантов и красителей. По современным технологиям и на хорошем оборудовании. Причем оно приобретается и в родной республике. Установка, кстати, это слабо делает чипоксанская фирма. Пройдет день, я вам покажу. Груздев, да? Да. Знаем его. Пример успешной работы завода «Изамбаевский» примечательен и тем, что в Чувашии возрождается сыроделие. И создается продукт, способный вытеснить импорт с прилавков наших магазинов. Санкт-Петербургская фирма «Два берега», производящая пиццу в целом ряде городов России, теперь будет закупать сыр моцарелла не на Апеннинском полуострове, а в Чувашии. Чувашская оказалась лучше итальянского. Рабочая поездка Михаила Игнатьева на молочный завод совпала с экскурсией старшеклассников. Тема беседы – выбор профессии. Пришли что смотреть? Производство? Да. Понравилось что? Да. Профессию подбирает? Да, конечно. А? Кем хотели стать? Учителем. Учителем? Все, хорошо. Вы кем хотите стать? Ухачок. А что? Очень хорошо. Вы кем хотите стать? Дизайнером. А? Дизайнером. Дизайнером? А сыроделом никто не хотел быть? Вот сейчас побывали на экскурсии. И хватает республики, говорят, сыроделом. Я думаю, я о ней еще подумаю. То, что уже профессию определили, это уже неплохо. Бывая на заводах и фабриках, Михаил Игнатьев всегда интересуется созданными там бытовыми условиями. Не стало исключением и посещение из Амбаевского завода. На вопросы главы республики охотно отвечала оператор Евгений Соколова. Сколько стоим из питания? 20 рублей. Можно, да, присесть. Гарри, конечно. Мы вас даже накормить можем. Это же вас бесплатно кормят? Бесплатно. У нас масса бесплатная. Чай бесплатный. Чай бесплатный. Поэтому вы дорожите своем рабочем месту. Насколько я сейчас пообщался, любите свою работу. Правильно так надо и делать. Я поддерживаю вашу позицию. Тем более население, в отдельных территориях у нас имеется безработица, люди еще дорожат. А то, что у вас здесь рабочее место, держите за это рабочее место и никому не отдавайте. Молочный завод из Амбаевский намерен нарастить свой потенциал, и это будет всем на пользу. А вы хотите потом расширяться вообще само производство? Хотите расширяться? Да, мы планируем расширяться, потому что вот, вы вот видите, мы вот сейчас ходим, у нас очень тесно. Да. Есть еще как бы планы, можно дополнительно добавить оборудование, но уже места как бы нет. Поэтому мы планируем расширяться, хотим кредит оформить, ну и надеемся, если, допустим, будет субсидирование, то тем более как бы смелее это сделаем, потому что деньги, которые субсидию получим, можем опять впустить в производство. Соответственно, дополнительные уже рабочие места нам потребуются для этого. Для вас рабочие места, для нас, для района это пополнение доходной части бюджета, потому что налог НДФЛ, он остается в районе. Сам решается сразу несколько проблем, комплекс. С этого склада готовой продукции из Амбаевские, полутвердые, рассольные и мягкие сыры, 17 наименований уходят потребителю в магазины республики и федеральные сетевые гипермаркеты, расположенные в Москве, Нижнем Новгороде, Самаре и десятки других городов. Трендом последних лет для пищевой отрасли Чувашии становится возвращение в строй предприятий, которые некогда по вине залетных собственников были доведены до банкротства. Так, в сентябре 2012 года, ввиду отсутствия оборотных средств, был остановлен и Чебоксарский мясокомбинат, гремевший некогда на всю страну. В это время хозяева из некого Летисон Менеджмент С.А. грелись на пляжах Сейшельских островов. Михаилу Игнатьеву удалось найти людей, для которых слово «патриот» не пустой звук. В конце 2014 года ЗАО «Агроинвест» запустило первую линию по выпуску мясной продукции на Чебоксарском мясокомбинате. Генеральному директору Сергею Михееву и исполнительному директору Ананию Платонову, их соратникам, предстоит к 2017 году реализовать инвестиционный проект по реконструкции и модернизации предприятия. На это требуется полтора миллиарда рублей. Многие рабочие с радостью вернулись в родные стены. Вы раньше здесь же работали, да? Раньше раньше. Да? Вернулись обратно сейчас? Да. Вернулась на производство и Екатерина Кошанова. Теперь она главный технолог. Низу газовые горелки и сухой горячий воздух, он обволакивает равномерно и в итоге получается вот такой красивый шестан. Ну ладно, как раньше по технологии делали. Да, то есть это вот этой печи 30 лет. 30 лет, вот эту технологию надо держать. То есть мы стараемся, да? Мы в первую очередь восстановили эту печь после тепленьего простоя. То есть это наша гордость. Пускай он премиум продукт, не каждый может купить, да, по семейному доходу. Для этого как бы визитная карточка она была, а белую славу надо восстанавливать. Славу держим, все нормально. Смачный продукт. Вкус специфический, неповторимый. На сегодня предприятие перерабатывает в сутки 2 тонны мяса и выпускает 100 наименований изделий. Но завод уходил с продуктового рынка и надо туда триумфально вернуться. Потребитель, голосуя своим рублем, всегда оценивает и качество, и цену. Поэтому конкретная среда у нас сегодняшний день создана. Чебоксарский мясокомбинат в какой-то степени он потерял рынок, но люди помнят качество этой продукции и на сегодняшний день у них есть большая дефектива. Ну вот, кажется, и все на сегодня. Впрочем... Михаил Владимирович, у нас сейчас сменился министр сельского хозяйства Российской Федерации. Вы, конечно, с Александром Николаевичем Ткачевым хорошо знакомы. Как-то сейчас будут выстраиваться новые отношения с федеральным ведомством? И как они должны выстраиваться? У нас с федеральным министерством сельского хозяйства отношения всегда были рабочие, они выстроенные. По отдельным направлениям, по экономически значимым программам мы на конкурсах участвовали, в отдельных случаях нас там не пропускали. Я рассчитываю, мы дополнительные стимулы по нашим отношениям получим. Во-первых, Александр Николаевич, он был у нас в Чувашской республике, последний раз на международном спортивном форуме России, спортивной державы. И с точки зрения подходов, он же аграрник, это Кубань, это житница практически сельского хозяйства. С точки зрения наших отношений, в принципе, я его поздравил с вступлением в эту ответственную должность. И мы будем по-новому на новых, как бы сказать, на новом уровне выстраивать эти отношения. Встретимся через две недели в программе «Наша республика. Главная тема». Это информация из первых уст. Ну что, вперед по коням, да? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok